Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока по биологии – белки, нуклеиновые кислоты и АТФ. Сегодня на уроке мы узнаем о важнейших органических веществах клетки – белках и нуклеиновых кислотах. Познакомимся с функциями и разновидностями белка. Рассмотрим, какие типы нуклеиновых кислот существуют. В состав живого входят неорганические вещества – вода и минеральные соли. Органические вещества – это белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты. Основной частью любой клетки являются белки. Классическое определение Фридриха Энгельса – жизнь – есть способ существования белковых тел, определяет значимость белков в живом организме. Одними из самых важных органических компонентов живого являются белки. Второе название их – протеины, от греческого протез 1. Молекулы белков имеют большие размеры, поэтому их называют макромолекулами. Кроме углерода, кислорода, водорода и азота, в состав белков могут входить сера, фосфор и железо. Белки – это полимеры с большой молекулярной массой, от нескольких десятков до нескольких миллионов единиц. Элементарный состав белков следующий. Углерода 50-55%, кислорода 21-24%, азота 15-19%, водорода 6-7% и серы 0,3 до 2,5%. Мономерами белков являются аминокислоты, которые состоят из аминогруппы и карбоксильной группы. Аминогруппа обладает свойствами основания, а вот карбоксильная группа имеет кислотные свойства. Каждая аминокислота имеет свое название, особое строение, свойства и общую формулу. Отличаются аминокислоты по строению радикала. Соединяясь между собой, аминокислоты образуют пептидные связи. Соединение двух аминокислот в одну молекулу называют пептидом, трех аминокислот – три пептидом, а соединение из 20 и более аминокислот называют полипептидом. В белках постоянно встречаются 20 видов аминокислот. Чем они отличаются по своему строению, но имеют и общие группы, посредством которых соединяются в длинные цепи. Последовательность и число аминокислот для каждого белка строго индивидуальны, поэтому разнообразие белков потенциально безграничны. Количество аминокислот в молекулах разных белков может колебаться от трех пяти до нескольких тысяч. Например, молекула белка рибонуклеазы состоит из 124 аминокислот и имеет молекулярную массу 12640, а молекула гемоглобина имеет в своем составе 574 аминокислоты и молекулярную массу 64500. Белки имеют сложное строение и несколько структурных уровней, которые определяют их свойства и выполняемые функции. Особенности структуры, формы, свойств и функции белковой молекулы зависят в первую очередь от последовательности аминокислот в полипептидной цепи. В каждом белке эту последовательность определяет наследственная программа организма. Поэтому белки каждого организма различаются друг от друга. Молекула белков имеют различные пространственные конфигурации. Последовательность аминокислот в составе полипептидной цепи представляет первичную структуру белка. Она уникальна для любого белка и определяет его форму, свойства и функции. Вторичная структура белка более сложная. Она имеет вид спирали. Прочность спирали достигается образованием водородных связей. Третичная структура белка образуется в результате сворачивания спирали в глобулу. Глобула – это причудливая, но для каждого белка специфическая конфигурация. Прочность третичной структуры обеспечивается разнообразными связями между радикалами аминокислот. Четвертичная структура характерна не для всех белков. Она возникает в результате соединения нескольких макромолекул с третичной структурой в сложный комплекс. Например, гемоглобин крови человека представляет комплекс из четырех макромолекул белка. Полипептидные цепи белков могут состоять из разного количества мономеров – от нескольких десятков до тысячи и более аминокислотных остатков. Каким же образом в клетке могут находиться одновременно сотни тысяч белков? Оказывается, молекула белка может упаковываться, то есть иметь различные структуры – первичную, линейную. Вторичную – спиральную. Третичную – в виде клубка глобулы. А иногда и четвертичную, в которой объединяются несколько глобул. И чем выше структура белковой молекулы, тем она компактней. Первичная структура, состоящая из последовательно соединенных аминокислот, специфично для разных белков и определяет их форму, свойства и функции. Свою функцию белок проявляет только в наивысшей структуре. Под воздействием высоких температур, концентрированных кислот и щелочей или ультрафиолетовой радиации происходит денатурация белка, то есть раскручивание его молекул. В результате денатурации белок теряет способность выполнять свою функцию. Денатурация может быть обратимой и необратимой. При наступлении благоприятных условий, денатурированный белок может восстановить свою трехмерную форму. Этот процесс называется ренатурацией. Белок миозин участвует в мышечном сокращении. Фибрин, альбумин и гемоглобин – это белки крови. Коллаген и эластин имеют высокую прочность и обеспечивают тканям способность растягиваться. Функции белков. Среди органических веществ белки занимают первое место по разнообразию выполняемых ими функции. Основные функции белков – энергетическое, каталитическое, защитное, строительное, транспортное, двигательное. Самое важное из них – ферментативное или каталитическое. Ферменты от латинского fermentum Закваска – это биологические катализаторы, то есть ускорители химических реакций в живом. Белки катализируют химические реакции синтеза и распада веществ. Все ферменты в организме – это вещества белковой природы. Они являются катализаторами. Липаза разлагает жиры на жирные кислоты и глицерин, а каталаза разрушает пероксид водорода и превращают его в воду и кислород. Интересно будет знать, что одна молекула каталазы расщепляет за одну минуту более 5 миллионов молекул пероксида водорода. Следующая важная функция белков строительная. Нет ни одной структуры живого, которые не содержали бы в своем составе белка. Они входят в состав мембран клеток, клеточного центра, ядра, хромосом, цитоплазмы, цитоскелета, участвуют в изменении формы клеток. Белки участвуют в образовании вне клеточных структур, входят в состав шерсти, волос, сухожилий, стенок сосудов. Белки выполняют и энергетическую функцию, хотя она у них не столь важная, как у углеводов и липидов. При окислении 1 грамма белка выделяется 17,6 килоджулей энергии. Столько примерно энергии выделяется при окислении 1 грамма углеводов. Сначала белки распадаются до аминокислот, а затем до конечных продуктов воды, углекислого газа, аммиака. Однако белки служат последним энергетическим резервом, то есть используются лишь после полного расходования запасов углеводов и липидов. В некоторых случаях белки выполняют функцию запасного питательного вещества. Например, желточные белки куриного яйца и казеин молока. 1 грамм белка равен 4,2 килокалории. Двигательная функция связана с сократительными белками, которые входят в состав мышечных волокон, ресничек, жгутиков, а значит обеспечивают движение организма и клеток. Белки-тубулины обеспечивают работу веретеноделения. Транспортные белки связывают и переносят вещества в одной клетке и во всем организме. Например, гемоглобин эритроцитов транспортирует кислород и углекислый газ. Белки выполняют и защитную функцию. Они образуют антитела, защищающие организм от болезнетворных бактерий и вирусов. Регуляторные белки – это гормоны, регулирующие обмен веществ в организме. Например, выделяемый поджелудочной железой гормон инсулин регулирует углеводный обмен в организме. Белки-токсины входят в яд пауков, змей, грибов, некоторых растений. Белки-антибиотики обладают широким спектром действия. Нуклеиновые кислоты занимают особое место среди органических веществ клетки. Они впервые были выделены из ядер клеток, за что и получили свое название – от латинского nucleus – ядро. Впоследствии нуклеиновые кислоты были обнаружены в цитоплазме и в некоторых других органоидах клетки. Но первоначальное название за ними сохранилось. Нуклеиновые кислоты, как и белки, являются полимерами, но их мономеры-нуклеотиды имеют более сложное строение. Число нуклеотидов в цепи может достигать 30 тысяч. Нуклеиновые кислоты – наиболее высокомолекулярные органические вещества клетки. В клетках встречаются два типа нуклеиновых кислот – дезоксирибонуклеиновая кислота – ДНК и рибонуклеиновая кислота – РНК. Они различаются нуклеотидным составом строением полинуклеотидной цепи, молекулярной массой и выполняемыми функциями. Рибонуклеиновая кислота – РНК находится в ядре и цитоплазме клетки. Дезоксирибонуклеиновая кислота находится в ядре клетки – в митохондриях и пластидах эукариотических клеток. Две полинуклеотидные цепочки образуют двухцепочечную молекулу благодаря водородным связям, которые образуются между азотистыми основаниями, находящимися в разных цепях, по принципу комплементарности. То есть к аденину присоединяется только тимин, а к гуанину – только цитозин и наоборот. Такой порядок соединения объясняется наличием свободных связей у азотистых оснований. Так у аденина и тимина их по две, а у гуанина и цитозина – по три. Английские ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в 1953 году установили, что молекула ДНК состоит из двух спирально закрученных цепей. Остов цепи образован остатками фосфорной кислоты и дезоксирибозы, а азотистые основания направлены внутрь спирали. Две цепи соединяются друг с другом благодаря водородным связям между комплементарными основаниями. Молекулы ДНК находятся в ядре. Они образуют нити хроматина, а перед делением клетки спирализуются, соединяются с белками и превращаются в хромосомы. ДНК в клетке отвечает за хранение и передачу наследственной информации. В ней закодирована информация о структуре всех белков организма. Число молекул ДНК служит генетическим признаком отдельного вида организма, а нуклеотидная последовательность специфична для каждого индивида. Интересные факты о ДНК. Весь человеческий род имеет ДНК, идентичную более чем на 99%, что полностью противоречит теории расовой дискриминации. ДНК-тестирование может помочь определить склонность человека к определенным генетическим заболеваниям. Сегодня специалисты могут идентифицировать личность человека по остаткам ДНК-касания, которые остались в отпечатках пальцев на месте преступления. Нужно поймать преступника, берем у него анализ ДНК, и справедливость восторжествовала. Это возможно потому, что структура каждой молекулы ДНК уникальна. Длина молекулы ДНК одной клетки человека составляет около двух метров, а общая длина ДНК всех клеток нашего тела равна 16 миллиардам километров. Ровно столько же составляет расстояние туда и обратно от Земли до Плутона, самого отдаленного от нашей планеты объекта в Солнечной системе. Если кто-то не знал, то ДНК банана и человека совпадают на 50%. Это не значит, что люди и бананы являются дальними родственниками. С обезьянами у человека совпадает 95% генов, но особого сближения пока не предвидится. Мы наследуем ДНК от родителей и передаем ее нашим детям. И, конечно, открытие генома тут же навело ученых, а вместе с ними и писателей, на мысли о сознательном управлении природой человека. Можно ли менять ДНК по своему желанию? Избавиться ли от болезней? Жить дольше? Растить исключительно талантливых детей? Можно ли получить идеального человека? Воссоздать гениев? Можно ли во всем поголовно стать счастливыми? На эти и другие вопросы еще предстоит ответить мировой науке, в том числе и на вопрос «А надо ли?». Конечно же, генетика не определяет нашу сущность. Тут свое слово скажут еще множество факторов. И воспитание, и круг общения, и среда, и наши собственные решения и устремления оказывают влияние на то, кем мы являемся и какими станем в будущем. Но узнать больше об этой науке генетики, это значит больше узнать о себе самом и об окружающем мире. В состав молекулы РНК входит фосфорная кислота, углевод, рибоза, отсюда название рибонуклеиновая кислота, а также азотистые основания, аденин, урацил, гуанин, цитозин. Вместо темина здесь встречается урацил, который комплементарен аденину. Молекулы РНК, в отличие от ДНК, состоят из одной полинуклеотидной цепи, которая может иметь прямые и спиральные участки и образовывать с помощью водородных связей петли. Молекулярная масса РНК значительно ниже, чем молекулярная масса ДНК. Клетки молекулы РНК находятся в ядре, цитоплазме, хлоропластах, митохондриях и рибосомах. Различают три вида РНК, которые имеют разные молекулярные массы, форму молекулы и выполняют разные функции. Информационная РНК или ИРНК переносит информацию о структуре белка от ДНК к месту его синтеза на рибосомах. Каждая молекула ИРНК содержит полную информацию, необходимую для синтеза одной молекулы белка. Из всех видов РНК самые крупные и РНК. Транспортные РНК, ТРНК самые короткие молекулы. Их структура напоминает по форме клеверный лист. Они транспортируют аминокислоты к месту синтеза белка на рибосомы. Рибосомальные РНК составляют более 80% всей массы РНК в клетке вместе с белками входят в состав рибосом. АТФ. Кроме полинуклеотидных цепей в клетке находятся мононуклеотиды, имеющие тот же состав и строение, что и нуклеотиды, входящие в состав ДНК и РНК. Наиболее важным из них является АТФ – аденозитрифосфат. Молекула АТФ состоит из рибозы, аденина и трех остатков фосфорной кислоты, между которыми имеются две высокоэнергетические связи. Энергия каждой из них составляет 30,6 кГ на моль. Поэтому ее и называют макроэргической, в отличие от простой связи, энергия которой составляет около 13 кГ на моль. При отщеплении от молекулы АТФ одного или двух остатков фосфорной кислоты образуется соответственно молекула АДФ – аденозитрифосфат или АМФ – аденозинмонофосфат. При этом выделяется энергии в 2,5 раза больше, чем при расщеплении других органических веществ. АТФ является ключевым веществом обменных процессов в клетке и универсальным источником энергии. Синтез молекул АТФ происходит в митохондриях, хлоропластах. Энергия запасается в результате реакции окисления органических веществ и аккумуляции солнечной энергии. Клетка использует эту запасенную энергию во всех процессах жизнедеятельности. Итак, ребята, мы с вами сегодня поговорили о важнейших органических веществах клетки – белках и нуклеиновых кислотах. Узнали, какие бывают функции белков – энергетическая, каталитическая, защитная, строительная, транспортная, двигательная. Рассмотрели, какие типы нуклеиновых кислот существуют – РНК и ДНК. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята!